С добрым утром, наши любимые девочки и мальчики! Наши главные помощники и ценители вкусной еды! Чем вас сегодня порадовать? А? Ой, что-то ничего не слышно! Наверное, вы еще не успели позавтракать, вот и сил нет ответить как следует! Ничего страшного, сейчас мы что-нибудь придумаем и всех быстренько накормим! И на, ты куда пошла? Искать большую кружку! Вот, это подойдет! И зачем она нам? Чтобы приготовить супер-быстрый завтрак! Ха-ха-ха! Ну из кружек же только чай пить можно! Или какао! А вот и нет! Хорошую керамическую кружку можно использовать как посуду для приготовления! Ну, например, мы готовили всякие разные сладкие кексы! Но сегодня будет другой рецепт с яйцами и овощами! О, интересненько! Яйцо – один из самых распространенных и доступных продуктов в мире! Завтрак из яиц готовится быстро и не требует особых кулинарных навыков! Есть яйца можно в сыром, вареном и жареном видах! Яичницы, омлеты, яйца в смятку или вкрутую хорошо утоляют голод и сохраняют чувство сытости до обеда! При этом не вызывая ощущения тяжести в желудке! Ведь в одном среднем яйце не более 75 килокалорий! И яичный белок самый легкий по усвояемости! Итак, мы собираемся приготовить самый быстрый на свете завтрак в кружке! И я уже взял половничек, чтобы, как всегда, организовать волшебную доставку продуктов! Диктую список! Одно яйцо, молоко, ломтик хлеба, свежий шпинат, сладкий перец, маленькие помидорчики, сыр, соль и перец! Принято! Мерси, мой друг! Начинаем с подготовительного этапа! Работаем минимум! Всего лишь мелко порезать шпинат, овощи и сыр! А я понял! Я понял! Это чтобы они влезли в кружку! О, нет! Как же ты смог догадаться? Просто у меня большой кулинарный опыт! Шпинат считается очень питательным, что довольно удивительно по сравнению с привычной зеленью! Дело в высоком содержании белка! Больше его только в молодом горошке и фасоли! Такой растительный белок легко усваивается и надолго насыщает! Шпинат – рекордсмен по содержанию калия, железа и марганца! Поэтому он полезен для крови, пищеварения и иммунитета! А теперь смешиваем яйцо с молоком с помощью вилки. Добавляем сюда сыр и соль и перец по вкусу. Чуть-чуть этого и немножко того! Инна, а по-моему, у нас остался без внимания хлеб! Нет, подожди! Сейчас мы как раз к нему подойдем! В смысле, объясним его место в этом рецепте! Смотрите, ломаем хлеб на кусочки и кладем в кружку! Теперь делаем слой из овощей! То есть чуть-чуть шпината, чуть-чуть перчика, чуть-чуть помидорчиков! Дальше повторяем все то же самое! Кусочки хлеба! О, это будет какой-то слоеный завтрак! Ну, что-то типа этого! Снова овощи! Можно даже немножко так все чуть прижать, чтобы оно лучше влезло! Перец и помидорки! Да! Чуть-чуть. Красиво получается. Ага. И заливаем все это яичной смесью. Так. Чтобы сыр у нас оказался сверху. Все. И ставим эту красоту в микроволновую печь. Потому что именно она справится с приготовлением этого блюда лучше всего. Да. Сначала нарежьте мелко сыр, овощи и шпинат. Затем смешайте в отдельной емкости сыр с молоком и яйцом. И также добавьте в эту смесь соль и перец. По вкусу! Теперь возьмите кружку, поломайте хлеб на кусочки и положите часть на дно. Добавьте немного шпината, несколько кусочков перца и помидоров. Затем оставшийся хлеб и еще раз овощи. В конце залейте в кружку жидкую смесь. Ничего не перемешивайте. И сразу поставьте в микроволновую печь. Выпекайте до готовности! Пожалуйста, быстрый завтрак в кружке. Как и обещали. О-о-о! Пахнет очень даже привлекательно. И кроме отменного вкуса, здесь еще и максимум пользы. Потому что завтрак – это самый важный прием пищи. Всего хорошего, друзья! Мы будем с нетерпением ждать нашей новой вкусной встречи. Пока-пока!